Песня. Брат Андрей, попроси благословения. Господи, Боже наш, благословимы на эти занятия. Открой наши сердца к принятию Божественных Писаний Твоих. Помоги нам всю эту исполненную жизнь. Аминь. Послание филиппийцам. 2 глава, 9 стих. Посему и Бог привознёс его и дал ему имя выше всякого имени. Полкование. Когда Павел упомянул о плоти, то смело говорит о всём его унижении, так как плоти – это свойство. Таким образом эти слова разумеют плоти, не разделяя единого Христа. Какое же имя даровано человеческой природе единого Христа? Имя – это Сын. Имя – это Бог. Потому что сей человек есть Сын Божий, как и Архангел сказал. И рожданным Святой наречётся Сыном Божиим. Лука 1, 35. Что свойственное плоти? Вот вопрос. Сколько приходило, говорят, во имя Божие? И никого нету? Вот какое было тяжёлое время? Вот у нас была еврейка, я говорил уже про это. Фаина Соломоновна. У них названия такие – то Нежи, то Королёва, то Санна Неверая. Ну, когда стал говорить с ней, она не поёт. Верой – воеди на Бога Отца, Бога истина от Бога истины. А они верят, что это мессиян, мессианские евреи. Я говорю, ну как же так вот? А вот вы в то время перенеситесь. Ну, перенёсся я дальше, что? Вот Захей призывает его. Ну, вот вы в доме сидите на скамейке. Вы за кого бы его признали? Признали бы за того, кого защищат? Бога истина от Бога истины. Я говорю, конечно, нет. Хороший пророк, замечательный человек. Да, Наталья. Как это? Бог со мной на скамейке. Бог, все объятия, него есть. Миллиарды световых лет, и везде всё Бог. Вселенная ни конца, ни края нет. Как так? Ну, вот так мы это понимаем. Ну, тогда, да. А теперь уже всё принятое решение, вселенские соборы. Ну, это всё человечество. А вот Божественное, покажите мне, что в то время его... Фома сказал Господь, кое-богу. Когда он сказал? Когда воскрес. Я говорю, а Захей, вы приняли бы его как Бога? Нет. Меня ещё спрашиваете. Она меня посадила. Вот. А вот в то время принять его как? Почему? Проходит время. Христос распятый, воскресший. Ученики не чужим, а своим ученикам. Трещу устроил, и их упрекал за Нибири. Помнишь? Когда шли... Они узнали, вот он преломлял когда хлеб. Ну, жест такой. Вот если я иду, шаткаю ногами, и далека люди видят это. Ну, значит, пошёл. Какие это признаки существуют? В пении, за столом виски. За Христом. Это его вечность. Как он принят был? Сколько после этого было? Кто даровал спасение? Я вот с мусульманами близко знаком был, на работе. Уверенности, спасения ни у кого нет. Только у христиан. Верующий в Сына Божий имей жизнь вечную. Я-то сегодня материалы выставил. Ну, на меня они... Мои материалы, люди выставляют в интернете. А я от них тогда беру. Занятия вы записывали. У вас плёнка была короче, и окончания нет. Ну, это 13 страниц, вот так. Помнишь записывал? Не здесь, а где-то на улице мы собирались в это время. И вот это я вам скинул туда. Как раз там будет разговор о деревне, о Саше и о Жене. Когда они в Шарщино поехали на День Святой Троицы покупать коня и телеву, чтобы быть независимым. Всё, теперь что хотим, то и всё. Но нет никого. Ты можешь рассуждать, говорить, но нет, и притом звать некого. Рядом тут можно было выходить. Нет, как будто ни службы, ни батюшки, ничего нет. Отказа на ему – нет. Понимаешь, как вот всё на своём месте стоит. Восстал, а теперь отроки будут глотать это. Те, которые воюют против христиан, они не понимают, что они делают. Это она поколение за поколением будет нести это поражение. Считай 18-м псалом. Считай дальше. В то время было такое же. Признал бы за Бога – нет. 10-й стих. Главное для человека – поверить, что Библия – Слово Божие. У нас доказательств тоже никаких нет. Главное вот – Слово Божие. Слово Божие не человеческое. Собор – человеческое. Кто-то что-то где-то сказал, основывается данное на Библии. Вселенский Собор. А как доказать? Еретикам и все. Только Библии. Другого варианта нет вообще. Так вопросы снимаются. Бог сказал – я принял. Все стоит на месте. Начинаю спорить – с кем спорить. Понимаешь, как здесь сразу все, что ты против Бога идешь. У православных нет авторитета священного писания. Я сегодня говорил. Я батюшке говорил. Ну, ты кончилась сегодня в богослужении. Ты все понял, о чем говорилось? Ведь мы стоим-то прямо рядом со священником. Люди-то с улицы приходят многие. Они ничего не знают. Вот Мещерина Петр Ягумен. Председатель молодежи Российской Федерации. Такой чин у него. Он говорит – это 85%. Мы стоим, как пешки, не понимаем. 85% ничего нам не приносят. Я объясняю только с того, что вижу. Батюшка говорит – а что означает кождение? Вот по порядку. Я не сужу. Я просто говорю о том, как люди понимают. Важность, освящение. Сейчас повернется и дым упустит. Ну, упустил. Дальше что? Сколько раз он выходит? Сколько раз дверь откроется, спрячется? Опять закроют? Опять его нигде нету. Этого нигде не было. Такого бы служения не было. У евреев туда никто не заходил. Раз в год один – первое священие. Я был на католических неоднократно. В Америке там заходил. Как они? У него такая ниша, вот как, допустим, двери. Вот эти вот. И там ничего нету. Стенка. Только человеку поместится. И он сидит их к сердцу, священник. Служба идет. Он встает, говорит. Бывает так, что бинтовая лестница, чтобы его весь зал верил, где-то он под ней поднимается. И все, Бог. Чтобы скрылся, этого нигде нету. Я уже беру исторические, христианские церкви, не сектантов, не баптистов. Понимаешь, мы православные. У нас вот это вот. Дальше что тут лежит? Евангелие. Батюшка заходит, сразу проходит. Здесь пока дело. Здесь два, три, четыре. Разворачивается еще на три раза. Двенадцать раз. Зачем он дымит? Ну, мы принимаем. Потому что верующий, я понимаю, это благословение мне. Это хорошо. Но опять пошел, поспать не дает людям. Опять пошел. Идет второй раз. Вот проходит время. Третий раз. В воскресенье один раз. Кого он гоняет? Я когда сказал, а это не людям, а как? Изображением. Что вы думаете, за это время нечистая сила села на изображение? Ты уже один раз согнала. А теперь сколько раз в алтаре там тебе? Тебе в алтаре не заходят туда? Объяснений-то другого нету. Народ-то приходит, не понимает этого. И батюшка, когда идет ходить, они вон там на руку и на руку больше благодати дымной набрать. Это про нас. Сегодня, настоящий день, католиков миллиард с лишним. Православных 250 миллионов по всей земле собрать. Все. Старобрядцы. Кто признает, представит, что обрядность какая. Мы многое, многое не знаем, что это такое. А сектанты, баптисты, адвентисты, 50-ники, 800 миллионов уже. А они-то возникли там уже, начиная с Мартина Лютера, 16-е столетие, и их 800, а нам 250. А почему? Потому что у нас не пребывает. Вот я с одним встретился, вон, у баптистов. В Библии считают вот так вот. У него палочка такая целулоидная сделана, он там головой поворачивает, висит и листает. Попал в аварию. Я говорю, а почему не православный? Я был православным, приходил, я не знал ничего. Священник видит, что-то прокрещал, опять спрятался. Я хотел спросить, спросить некому. А я вышел, когда из храма, по кровству вот так. Об это время молодые люди подошли и спрашивают, а что вы здесь такое дело? А Евангелие, если нет, вот уже достал, мне дал. Они мне Библию дали. А с папом два слова не мог сказать. И передо мной теперь Библия лежит. Да, я попал в аварию. Да, живой остался, но недвижимый. Он на том перелистывал, они его устроили. Мы-то сегодня можем по-другому говорить здесь потерять. Мы на новом месте. Здесь никакого храма кроме нас нету. А батюшка может это сделать? Не может. Мы с ним беседовали один раз. Я говорю, батюшка, ты веришь в это? Вот написано. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Всякое слово Господа чисто. Чисто это означает никакой прибыли нету. Даже не прибавляй к словам Его. А слово Божие называется корочкой Библии. Больше ни в вере, ничего нигде на запятой нету. И что не прибавляй, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Откровение ущельцев лжецов в озере Огненном. Докаяние добавляю. Читай, ваще наш. Ибо твоё есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Аминь. А ты что говоришь? Отца и Сына и Святого Духа. Нет этих слов? Ну ты, Отца и Сына и Святого Духа, хоть сто раз говори. Но зачем добавлять его туда? Я не против. Ну, я не могу убрать то, что Бог будет о Суде Божьем спрашивать. Суд-то будет по Слову Божию. Я называю, где это написано? Не прибавляй. Когда входил в обитомную землю Израиля, ему было не прибавляй и не убавляй. Второзаконие. Второй раз закон был дал. Два раза Бог повторяет. Какая это опасность. А может уцелить? Не может, его в роду берут. Кто это добавил? Ты хоть назови его. Нигде нет. Я принимаю все. Ну, я не могу не рассуждать. Потому что я живой человек. Мертвый. Все равно махнул. Я говорю, вы верите, что Слово Божие? Начинаю читать. Велища душа моя Господа. Считайте так. Зачем вы девять раз счастнейшую тюровию туда вставили? Вы не девять, девяносто раз вставили. Но не вставляйте туда. К словам-то его. Зачем залезли? И по порядку. Я говорю, вам понятно что? И дальше опять. Опять читнейшую. Я говорил и вижу. Неприятно батюшке. Ну, а мы были бы священником, что я делал. Во-первых, я раньше его должен был. Мне шили уже под рястик. Мы вместе проходили на дому полностью курс семинарии. Я только надевательный начальник. У меня как передо мной открылась панорама. Я делал это что? Разве это мое призвание? Вот мы сидим за столом. Митрополит, епископы. А почему вы не священник? Ну, я там, где меня бы не пустили. А митрополит настаивает. Вот мне когда в Германию, когда в Америку было ехать, на дом приезжал епископ здесь. Чтобы меня рукоположить, чтобы я туда поехал с священником. Ты везде будешь там. И митрополит говорит, хорошо, что ты не священник. Во многие места вас бы не допустили. Я должен в ряски ходить. А я один из них. Я иду по камерам. Я обыкновенный простой человек, любящий Бога и любящий Его Слово Божие. Бог будет судить нас по этому Слову. Мы еще собираемся здесь. Если ты верующий... Вот сегодня я вам скинул материал этот. Вам скинул. Материал, беседа здесь была. Там все сказано. Если у нас нет этого, то ты ходишь нормально, платишь, ты десятину, ты бороду не трогаешь, ты всегда в платке, платье в пол. Ну, отлично. Но если не было духовного рождения, если недвижимый Духом Святым, ничего нет. Почему? Человек старается тут. Первое, надо бы народиться свыше. А далее, дать простор Духу Святому. Почему у нас не разговариваем? Господь говорит, я крещу водя, грядущий за мной, это Татьяна Креститель говорит. Будет крестить Духом Святым. Вот сейчас, в среду сказали, утром, в честь Папы. Это что, праздник или что? Я, конечно, приду. Ну, задумываемся, что это такое? А вот у стихновения клавы, и что, праздник? Вот приезжал к нам племянник мой, Василий Латник, сестра Татьяна сын. А он маленький ходил в церковь с бабой, с моей мамой. А в школу не пошел. Учитель нас спрашивает, Вася, а почему ты не был? Я в храм ходил, у него голос тогда был такой грубый, как, ну, там пятый. Какой? Нет, не пятый, даже раньше в классе. Я с бабой в церковь ходил. Ну что, праздник у нас? А какой? Я на креститель голову отрубили. Всё, у нас праздник. Праздник, это означает свободен, праздно. Празднословие, это пустословие. Праздник всегда радость. Праздник успения какой радость? Какое? И вот мы на десятом сделали. А когда он появился? Говорит, четвертый, смотрим, с восьмого века. А что до восьмого века миллионы людей не спасались? А то монахи сидели там и придумали, надо сделать двенадцать праздников. А у христиан веры сколько? Только был один. А день какой? Крещение Иисуса Христа. Выход на проповедь. А крещение? Крещение поминали на и праздник. Потом его соединили в один день. А потом уже набрать надо двенадцать. Кто это указал? Зачем? Я раз... Я раз... К тому, чтобы учились мысли. Все, что у нас делается, я принимаю от буквы до буквы. Ну, поговорю о своих мыслях этих. Потому что на суде Божьем нас будут судить по Слову Божьей. 14.28. Евангелие от Иоанна. Я не сужу, говорит Христос. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Оно будет судить вас. Другие. Такая вот царь. Оно будет судить. То, что ты делаешь, найди. Про бороду, про платок, все здесь сказано. Жена постижает голову, если она без платка. Мужчина, полбороды нет, не запустили. Верехол пропрягти отправили, пока он толстет борода. Это все мы находим. Но то, что вот это, я сказал, священническое, нет нигде. Нет. Представь. Раз за разом дверь закроют, потом опять откроют. Это означает. А что оно означает? Вот когда выходит перед священником, священник несется. А что священник означает? Я креститель. Ну почему прямо-то не сказать? Зачем эта шарада есть такая? Шарада, ну как кроссворд. Надо отгадывать. Мы можем это сделать по-другому-то. Не можем. Мы лененые этим. И когда спрашивают евреев, почему не перед ними Христа в 53-м псалом, они отвечают, не будем об этом говорить. У нас православное, это чисто еврейское. Не будем об этом говорить. Поехали. 11 стих. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца. Покование. То есть, чтобы все говорили, что Господь Иисус Христос есть Господь и Бог, в том заключается слава Отца, что Он имеет такого Сына, которому покоряются все. Видишь ли, что православление единородного заключается слава Отца. Так что, напротив, умоление Его составляет унижение Отца. Блаженный пропеллах как-то берет. И как это место расторговывает? Что сомнений никакого нет. 10 глава 30 стихи Евангелия Тянь говорит «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». А как-то? Да не надо как-то. Просто Отца и Сына Святого Духа. Вот это главная молитва за Отче наш. Главное Отче наш – отдать славу Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно. Ныне и всегда пресно. А другой считает пресно. Пресно – это пироги когда-то так. Пресно во веки веков. Аминь. Вы не подумайте. Плохо здесь. Хорошо, что когда у тебя свет перед глазами, ты понимаешь это все. Я подчиняюсь как православный. Но знаю – не это главное. На первом месте стоит водительство Духом Святым. Люди верующие. Все. Восьмая глава, девятый стих посланий к Римлянам. Апостол Павел прямо говорит. «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». А наистово про это речи-то нет. Приходит человек, перечисляет грехи. Напился, накурился, наблудился. У верующего этого нет. Я все говорю, вы признаете? И вот первое послание Иоанна 3.8. Ну да. Ну там написано – рожденный от Бога не грешит. Как не грешит? Ну написано – как, как? Мне не надо здесь уже – как? Как? А дальше говорит… Дальше проходит глава. Он говорит – рожденный от Бога не может грешить. А мы грешны, супергрешны, архигрешны, сорок раз помилуем. Ну сравни с тем, что Иоанн говорит. Значит мы не поднялись, а тут ступень. И ты должен тосковать об этом. А когда ты это знаешь, я оказываю послушание. Если бы бактисты имели рукоположенное священство, я бы дня не был в православии. Там со всех сторон тебя поддерживают. Отправляют на север, помогают, новые общины образуют. Здесь ничего этого нет. Я пришел, отстоял, поклонился, благословился, перечислил, чего не надворил. И пошел домой в чистый, свободный. А на самом деле ты ничего это не даст. Без Духа Святого все это человек может сделать. И может сделать неплохо, намного чище, чем делаем мы. Вот возьмите, когда собираются люди, я видел, собираются без Слова Божия. Православное, там Достоевского считает, Некрасова. За мною следующий идет кто? Христос. Он будет крестить Духом Святым. В этом все. Погружение в воду. А сколько крещений? Крещение Иоанна, крещение в воде Отца и Сына Святого Духа и крещение Духа Святого. Любого спросить, что такое крещение Духом? Крещение означает погружение. Это погружение в Духа Святого. Он тебя будет вести, будет учить, будет показывать. У тебя разницы нет. Там патриархи, саворы какие говорили. Ты все будешь сравнивать с Священным Писом. Ты погружен в это. У тебя болезнь какая. Люди говорят, я не хотел, а вот так вот дрогнул там и проще. Это по-другому будет смотреться. Абсолютно на все ты будешь смотреть так угодно Богу. Но не два-три человека утонуло-то на земле, когда Ной-то взял, как в чем-то. И что? Я вот 135-й Псалом уже пять проповедей сказал на него. Ибо, что? Папа, милость Божия вовек. Милость Божия вовек. Убивают, утопили. Милость Божия вовек. Ты с позиции не сегодняшней судьи, а с той, когда суд Божий будет. И тогда, что ты прилепил от страха перед Арием, сына Святого Духа, к куче наших прилепили. А сейчас бы патриарх был, да он бы тебя еще не делает. Он должен осознать, что он неверующий. Я говорю по вере. По вере в Священное Писание. Не прибавляй прямо написанное. Притча Соломона, 30-я глава, 5-й, 6-й стих. Всякое Слово Божие чисто. Чисто. Его не надо чистить. И не прибавляй к словам его, что он не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. Повторяй про себя это. Я слышу, что он считает в священнике, когда бывает. Он говорит, батюшка, зачем добавляешь? Я знаю, он по-другому не может. Нельзя. Кто это придумал, закабалили нас на первом месте. То, что монахи сидели, а они жизни не видели. С ними вот ездили, даже батюшка говорит. В Кереве, говорит, нельзя. Пошли в столовую, нельзя. В столовую, нельзя. Я встал и пошел. Молчание. Молчание. Знаешь, как мудро выглядит. По любому вопросу. Ты занимаешься коровами. Сколько ты узнал нового? Когда у тебя ни трактора, ничего не было. Ты даже не знаешь. Ты агроном настоящий. Ты уже смотришь и на погоду. И жена такая, она глядит, где продают, что как. Раньше-то не было ничего. Постепенно ты накопил это. Почему ты непрерывно общаешься с этим? Твои переживания, может быть, меньше моих. Я выхожу на улицу. Опять дождик. Опять моросить. Я накрылся, уже не выхожу. Звезд нету. Господи, дай Игорь и Евгения этого, Долгого. Дай ему этот урожай. Сколько же добра у тебя будет? Еще больше. Не было ни одной машины. Забито все. Вот в духовном плане ты также должен богатеть. В духовном. Вот это все, наверное, исчезнет. Слово Божие пребывает вовек. А сейчас придут, тут Китай захватят. Да, придут, а захватят. И что? Если ты глубоко велошь, и ты скажешь Аллилуйя, Аминь. Богу нашему слава. Один раз умирать. Ни два, ни три. Ты всегда на это заходи. Пошли. Девенадцатый стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Толкование. Повещание должно соединяться с похвалой, ибо через это они делаются более удобоприемлемыми. Поэтому и Павел превозносит филиппийцев, называя их возлюбленными, и говорит, как вы всегда были послушны, как вы, говоря этим следующее, я показал вам, что Сын Божий был послушен. Итак, подражайте ему и себе самим. Этих вопросы. Просчитала сразу. А как у нас прочитали? Слова эти берут? Подражают ему. Да какоса Павла? Нет. Церковь приняла абсолютно точно. Называется Священное Писание. Священное. Очень внимательно. Второе. Слово Божие. Святая Виктория. Три названия. Церковь усыновила, соборы приняли. Притом приняли всех, которые называются христианами. Католики, православные, протестанты. Признают за Слово Божьего. Не канонические там и признают это уж. Тут и не про это речь идет. И мы признали. Но когда ты начинаешь разговаривать, вот я сколько... У меня беседа этих было с сектантами. Вот. Ну, прямо после одной беседы сразу несколько человек отошло. Один раз община вся. Как? Бог делает это. А почему? По Слову Божию. Так ребенок еще не понимает крестить. Правильно. Он рождается свят. Откуда взяли, что ребенок святой рождается? Во грехе? Зачем? Беззаконие? Зачем? Во грехе родила меня мать моя. Во грехе. Во грехе. Псалом 50 на 7 стих. И вот, читаем, 14-го 4 стих. Кто родится чистым от нечистого? Точка. Вопрос. Не один. Точка. Что можно добавить к этому? Не один. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Первый коринфянам 7-14. Дети были бы нечисты и святы. Почему? Ответ один. Крестят. Крестят. Они очищены. Теперь они в ковчег. Церковь в ковчег? Да, в ковчег. В первом послании, 3-я глава, 21-й стих. Петр об этом определенно говорит. А взял бы, если у него владелец был, ну как бы его бросил его? Он спасается и родных. Заметьте, вот рак сделала добро, спрятала шпионов. Назовем так, солидата. И она их подняла куда-то, туда потом. А ее дом был прямо на городской стене. И они сказали только, который близкий создавит всех. Мы убивать будем всех. И она в это поверила сразу. И вы знаете эту историю? Когда стены рухнули, а где стена ее дом был, участок этот остался. И когда на скобке стали вместе, а почему здесь не ра? И она входит никуда-то, а дальше считает. Вот как. Надо на все положиться. Так говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог. Ты твердая, тогда все как есть. А если не было, как у вас? Я говорю, дата определенная у меня 27 сентября. Вот оно будет. 1962 года, 17.00. Бог дал мне рождение свыше и крещение Духом Святым мгновенно. А в чем это выражается? В огне. Огонь в костях. О чем мы читаем 20 глава, 8 стих Иеремия. Прямо говорит. Я усиливался молчать. Враги говорят, молчи. Я усиливался, но я не мог. Внутри меня как огонь был разлитый. Вот сегодня смотришь назад. Как это Бог так делает? От тебя это не зависит ни грамма. Меня только в тюрьму привезли и на следующее утро меня начальник вызывает. Полковник. Дальше только звание генерала. Александр Семенович Соломин. И он начинает. Родной мой. Да как это? Родной мой. Предсказку поставил. И вызывает почти каждый день. И начинает. Родной мой. Вот сейчас скажи. Там как вы бегли? Потом он ушел на пенсию. Жена говорит. У нас по-христиански исповедовался. Как это? Я все вспоминаю. Одна женщина небольшого роста. Совсем низенькая такая. Ее звали Эльза Кох. Это одна была охранница. Кажется в Майданеке. Или где там. У немцев. Сколько она погубила. И это такая же. Ее боялись. Все запрещенные. А я заранее выучил. На 20 лет в период меня посадят. Когда праздники. Вот я и выписал. Писал. И она меня. Ну разводная. И она приходит. Сказали. Надо привезти такой этот. Приехал свергователь. Еще один. Более сильный. Я понял. Я иду. Она. А вы знаете. Какие праздники. Я в карман полезу. У меня готово. Я сразу. Ее как будто заменили. Она. Разрешила мне теперь. Бывает. Сейчас на счет привезут. Еще что-то. И она мне ничего не отнимает. Я говорю. Не бойтесь. Не бойтесь. Не бойтесь. Я тут буду возить. Я вам все разрешаю. Для них она их за плохо. А для меня родная сестра. А все только один раз. Притом ничем. Политабел. Вы знаете. Главное. Духовное. Политический работник. Выходит. Утром. Я уже ночевал. В камере. Взял кружку. Сейчас дадим. Они рубахи там рвут. Простыни дают их рвут. Это дрова называется. И щепецкая там. Коптят где-то. Он как ее запулил. Там бетонный полк. Она от стенки до стенки. Вы маленько-то. Смотрите. Кому. Чтоб новую кружку дали. Одна ночь прошла. Не беседовали. Ничего. Ну. Это Бог делает так. А другой. Зашел. А я. Когда привезли туда. У меня в сапогах. Жарко. Я разнулся. И подтянки тут. В отдельной камере. Кто-то зашел. Еще развешивать. Вы кишки развешивали здесь. Убрать сейчас же. А когда спросил. Начальник тюрьмы. Как. Я говорю. Вчера какой-то капитан заменул. Страшно. Ну-ка вызвать дежурного. Кто? Это проезжий был. Кто его звал-то туда? Не трогать. Все. То есть. Я не защищаю. Данных у меня нет никаких. Ни связи нет. Ничего. Бог. И Бог. Все для везде. Вот. Когда. Привезли в лагерь. Я уже говорил. Можно знать. Тут уже не как в городу. Обычно так. Десять дней прошло. А провержение не поступило. В городу снимают. И по этапу. Куда назначен в лагерь. Начальник тюрьмы сделал запись. Меня не трогают. У меня здесь бородой. А уже в лагере. Там. Там другая власть совершенно. И вот они как. А я сижу и плачу. В парикмахерстве. Пришел бы замполит. Растерили большую простынь. Посередине простыни сижу. Я сижу и плачу. Почему не нюх? Дайте два срока. Дайте не общий режим, а строгий режим. Ну. Ну посмотрите. Сень Куразина не брили. Пугачева не брили. Владимирова не брили. Ильича не брили. Ну. Оставьте городу мне. Никак нельзя. А. Чеченец. Трясутся руки. А меня Аллах не накажет. Я говорю. А ты так при чем здесь? Я бороду собрал. И теперь у меня две бороды. И статья появилась. Насущая и страшная. Сюда у лагеря две бороды. Я ее вынес. Понимаешь. Даже интересно так. Когда вспоминаешь. Сколько у Бога людей добрых. Сколько огоньков сияет. Отец Арсений. Такая книжка. Популярная была. Когда он сидел в ее борозилке. И вдруг тепло стало. И он увидел в лагере там где есть огоньки. Это столько у Бога добрых людей. Я их не знал. А они вышли. И тут же встретились. Пошли. Потому что тогда могло показаться. Что вы все делаете из почтения ко мне. Если же и теперь покажете усердие к добродетели. То явно. Что и тогда вы были таковы. Не для меня. А для Бога. Не ради себя. Говорит. Я увещеваю вас. Но ради того. Чтобы вы совершали. Что относится к вашему спасению. Со страхом. И при том напряженным. И с трепетом. Потому что без страха. Ничего хорошего не совершается. Не в науках словесных. Не в искусствах механических. Как же может родиться такой совершенный страх. Если мы будем думать. Что Бог присутствует всюду. Все слышит. И все видит. Не только что делается. Но и что находится в мыслях. Служите. Говорит пророк. Господу со страхом. И радуйтесь с трепетом. Псалом 2.11. Радость же с трепетом. Бывает тогда. Когда кто-либо делая хорошее дело. И при том с трепетом. Имея чистую совесть. Сказал. Совершайте. А не просто делайте. То есть. С великим старанием. И заботами. У меня подобная беседа была. В автобусе. С одной. Протестанткой. Женщиной. Я там. Зашел. В автобус. Зашел в автобус. Один раз зимой. Борода была белая. От мороза. И вот. Одна женщина сидит с ребенком. Говорит. Дед Мороз зашел. Она говорит. В этом. В детском саду. Говорит. Не хватало. Дед Мороза. Говорит. А если бы. Мужчины имели страх Божий. Они. Говорит. Говорит. Борода не брили бы. Вот. А одна женщина сидит. И поворачивается. Говорит. Бог есть любовь. Ну. Говорит. Написано. Что. Там. Второе. Карифинам. 5.11. Что. Там тоже. Местописание. Я открыл. Библию с собой. У меня была. И все. Она сразу замолчала. Я ей сперва привел. Начало мудрости. Страх Господний. Притча 1.7. Она говорит. Это Ветхий Завет. И вот эти два места писания. Я привел из Нового Завета. И она сразу замолчала. Согласилась. Ветхий Завета. То есть. О страхе Божьем. Вот. Как у Бога защитников сколько было. На меня нападали. Когда есть Игорь Святы. Банда настоящая. Один говорит. Так это он. В прошлый раз нас избавил. Вот это. Полиция. Милиция тогда была. Когда они с вагона натаскали. Все. А Польша стоит. Где я? На второй строительный был. Я собак посадил. Две собаки. Большие у меня общатки были. Ученые. Я говорю. Немедленно. Погрузите обратно-то. Они погрузили. А милиция тогда утром. У меня здесь. А я им дал слово. Я не выдам вас. А вы дайте слово что есть. Берете больше сюда грабить. Ну и все. И они как узнали. Когда другой раз напали. Один закричал. Я говорю. Это он нас тогда спас от этой. И все эти отступили. Вот как Бог делает это все. Я никогда не думал. Что это мне как-то поможет. Там. Меня окружат. Ты. Ты только будь тем. Как тебя Господь избавил от всего. Апостол Павел. Сколько раз. Я не достойно называться апостолом. Я гнал церковь Христову. С каким стоном он это издает. И притом. Однажды. Дважды. Сколько. Повторяй. Никогда не забывай где ты был. И поэтому. Сколько ты будешь жить. Сто. Двести. Ты еще. У Бога нет исследования. Бог не исследует это. Это прямо Слово Божие говорит. Конечно. Мы в среднем так привыкли. Человеческие. Лет семьдесят. При большей крепости. Восемьдесят. Вот так. Ты сколько думаешь жить. На тактах. Желание какое-то. Сколько Бог отмерит. Сколько Бог отмерит. Да. Ну это правильно. Но внутри-то себя как-то. Я тебе расскажу. Вот мне восемьдесят шестой год идет. И как будто бы и не жил. Как это прогрепнуло. Как это прогрепнуло. Кадрами разными. Думаю. Вот здесь так нам дружно. Так хорошо. Такой коллектив. И батюшка так. Ну все по-хорошему. У Бога все вымерет. Вот я вижу. Наши сестры. Идут и падают. Ну две сидят там. Надежда эта. Почему они падают? Вопрос-то можно задать. А ты в интернете заряди. Чего не хватает? Вот я по интернету попутно все говорю. Узнал, что мне надо ходить. Сколько? Вот кто если зайдет. Ну где я там нахожусь сейчас. Здесь на скворечнике-то. И через всю дорогу у меня там. Надежда Васильевна дала. Комники. Дорожки. Я сшил их. Я туда-сюда. Туда-сюда. И замещаюсь сколько по часам. Чтобы на километр. Мне нужно 18 минут. 18. Да какими большими нет шагами. Оказывается шаги. Шаги нужно 10 тысяч. 10 тысяч. Я 7 тысяч набирал. Батюшка говорит. Надо 10. Ну ладно 10. Я тогда усилился. Три раза в день становлюсь по часу. Три часа почти. И у меня. Я не падаю. И утром во время гимнастики. Вот кто? И потом. Последнее упражнение. Стоять на одной ноге. То на одной, то на другой. Вот это полезно. Я каждый день считаю, что мне полезно. И сегодня говорю, вот этого у меня больше никак. А вот эти вот мы собрали. В лагерном огородчике. Ранетки. Они довольно крупные. Вот такие вот. Он их разрезает. Семечки ударают. Я их тру. У меня это сильный организм принимает. Я говорю, тогда буду подлетать. И вечером. Хоть я не ужинаю, но ранетки съем. И капуста. Ее нет пока. Когда ее там сделают кашицей такой. Мяса нет. У меня 60 лет, наверное. И нужды нету. А вот надо узнавать. Я стал считать, что полезно. И вот это. Если бы одна была болячка, то отличится. Другая болячка. Одну я делаю хорошо, а другую плохо. И я балансирую на этой границе. Маленькая простокваша мне сильно нужна. А можно было без нее? Можно. Тогда другое. Вот. Если одна, то просто это католико. Но у меня одновременно на меня кинули шею болящих. И две с летальным исходом. Не каждому это нужно знать. Но я каждый день молюсь. Святой Ватой, только не это. Пять я их выдержу. А это? Вот так. Я не знаю, настолько близко воспринимают, как говорят это. Сколько у нас доброго было везде. Да все. Бог так делает. Поехали. Тринадцатый стих. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Покование. Скажи еще сейчас. Повтори еще на все самое. Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по своему благоволению. Не я захотел, пошел. Бог производит. А когда? Когда Дух Святой хозяин будет. Дух Святой. Но Он имеет в виду. Он будет в вас. И вам лучше, что Я уйду. Христос присутствовал в одном месте. В двух в одном. Дух Святой объявляет всю Вселенную. И нет места, где Его нет. Почему День Троицы такой был? И Дух Святой. Коснулся Его. Что? И начали говорить. Коснулся Девы Марии. Дух Святой. И начала говорить. Семен. Дух Святой. И стал говорить. Выражается именно в этом. Он не будет закрыть и уста держать. Это поле Духа Святого. Дух Святой знает. Еще раз. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению. Его благоволение Он производит. А ты только вот развиваешь и счастье отдаешь. Он производит. Не от грамоты. Совершенность человек неграмотный. Ну рыбаки. Что они знали-то? Рыбу ловит. Он производит моего благоволения. Благового желания. И я должен покориться. Внезапно вот такое надо делать. А почему? Я не многое-многое не могу объяснить. А почему вы решили с этим человеком заговорить? Не знаю. Я увидел такое отвержение там. И вдруг заходит вектор университета. И он, не считай вектор, да и Сергеев. Спросите ли эти это. Ну 300 тысяч студентов. Народ там какой есть. Он никакого отношения ко мне не имеет. Он дает разрешение, чтобы я вел занятия. Там 410-й аудитория. И там залы. У него одни профессора академики сидят. Он увидел, заходи. И выйдет, подойдет, поклонится, обнимет, поцелует. И я преклоняюсь перед этим человеком. Я говорю, что он делает, Владимир Васильевич? Это Бог делает. И они уже готовы слушать. Благоволение Божие. Бог так делает. Я бы все силы приложил, чтобы он меня перед народом представил, как верующего проповедника. Это нельзя. Он сам это делает. И он умер. Семипалатинские взрывы были, видать. А он первый, которые этим занимались. Или мэр города. Я хожу там, где летаю каждый день, молюсь о нем. У покой в обидных небесах. Они верующие были. Женщина помогала. Валентина. Это рядом, ну, проходит бы. Валер называется. Многоцветие. Она. И вот эти, которые нам давал, ну, все там. И шланги. Ну, все, все, все. Лодки сколько давал Анатолий. И говорят, он умер. Хромов. Я тоже за него молюсь. Он один раз мне еще и поколотил. Я решил ему похвалиться. Я говорю, лодки, мы плаваем только в воскресенье. Мы так бережем. Он сразу и бился. Да что ж вы делаете-то? Он четыре лодки дал. Да я вам новые дам. Пусть дети катаются. И сразу полез, куда достану все деньги в лесу. Купите ему шоколадо детям. Сейчас я говорю, для нашего круга. Вот эти шланги, которые это все от него. Это не нельзя выразить никак. Почему? Это близость Божия. Вот этот раз пошли, и я всем дал книги. Он никак не берет, пока не возьмете шубу. Новую шубу ему дали. Шубу с него снял. Шубу кому-то отдам где-то. Какими людьми мы ограждены-то со всех сторон? Это милость Божия. Его благоволение. И он берет сосуды, которые нам неизвестны. А как? Вот я свидетельствую, что я молюсь о нем. Его нет уже. Олег. Толкование. Сказав с отрахным и трепетом, апостол теперь говорит. Вы не смущайтесь этим. Я сказал это не за тем, чтобы ты отступил от добра, но чтобы был внимательнее. Потому что, если ты будешь усерден, Бог все в тебе будет совершать. Ибо Он сам дает нам и расположение к добру, и самое доброделание доводит до конца. Бог производит в нас хотение, то есть содействует нам в желании добра, и укрепляет нашу добрую волю, и вместе возбуждает ее рвение. Или иначе. Так как Он сам завершает дело, а мы, люди, направляем свое желание к тому, что видим, уже совершившимися. Посему апостол и говорит, что и само их хотение производится Богом. Например, ты чего-нибудь пожелал, ты тотчас же начал это делать. Если же последовало завершение дела, в тебе рождается еще большее желание делать то же дело. Если же нет, то воля твоя становится слабее. Итак, если от Бога зависит окончание дела, и оно возбуждает и наше желание, то совершенно справедливо апостол говорит, что и самое желание зависит от Бога. Или же апостол, или же Павел говорит из чувства великой благодарности, что самое желание производит в нас Бог, подобно тому, как и добродетелю называют даром, не отрицая свободы выбора, но желаем, чтобы мы всегда были благодарны и все относили к Богу. Заметь выражение «вас», то есть, которое содеваете спасение со страхом и трепетом. Потому что в таких только людях Бог совершает все по своему благоволению, то есть, чтобы исполнилось на вас благоволение и его благоволие. Именно, чтобы мы жили так, как Он сам хочет. Итак, будьте уверены, Бог всячески будет помогать вам жить право, если не ради чего-нибудь, то ради того, что это Ему благоволение. Да. Вот у нас сейчас, мы говорили об этом, издавали 7 томов в проповеди во свете Святой Библии, 7 томов. Каждый том – 1312 страниц. 124, кажется, страницы, цветные фотографии каждой томи. Все закончили печатать. И сейчас рассказывают. «Паллет» называется, это «Поддон». Почему так называют, не знаю. «Поддон». И разделили. Люди будут забирать сами Москву, Казань и на меня. Тысяча минутляров всего. Вы у меня не видели какой контейнер? 12,2 длина метра. И как приезжал кран, он почти на 40 метров может поднимать. Я не видел такого крана. А у нас провода, он через провода, все. А уже мы установили, где шпалу, на шпалу опустил его. 200 тысяч обошлось. Но это стоит того. В прошлый раз привезли к Еге трехтомник. 220 тысяч за подвоз. Москва. Сейчас Тверь. Это, оказывается, их же организация, но она в разных типографиях. Вы видели, как запечатаны они. Это Бог так делает. Совершенно незнакомые люди. И в это время речь идет о миллионах. Предоплата только за бумагу 3,5 миллиона. А здесь, когда покупаешь, уже полностью все платить это. И сейчас последнее мне издание готовит. Сразу же просит, которые вопросы я в ответы отвечаю. И сдать отдельно. Отдельно, по тематике. Заново проверить. Правильно у меня она занесенная. У меня 55 папок. Это все без меня. Ну люди, там ничего не надо. Только надо... А бывает вопрос, содержит в себе три вопроса. С какого времени вы начали делать это? Были ли препятствия? Понимаешь? Три слова и какая папка? О препятствиях. Возраст. Ну вот такое. И вот сейчас, знаете, в начале работать. Денег совершенно нету. Как? Не знаю. Сказали, Бог даст. Правда, недавно она порадовала из Германии. Люди понимают, что это оживляет их. А что среди людьми будет, которые будут читать? Они не будут теми, кем были. Там разлитый огонь. В каждой ответе. Слове Божьем. А сколько ответов будет? Четыре с половиной тысячи, примерно, вопросов. Четыре с половиной тысячи, это их за жизнь просто найдешь. Раз открыл. А вот как? Ответ дается по пяти параметрам. Если кто не знает. Вопрос я на него закатываю в своей университете. Я отвечаю, что про это говорит Библия. Что? Без Библии я стою. Это мне Бог доверил. Второе. Что об этом говорят святые отцы? А это 300 томов. Патрология святых отцов. Что говорит церковное право? 719 параграфов. Я должен ответить. По этому вопросу. А вопросы разные, разные. И четвертое. Что говорят жития святых? 1173 биографии. Здравствуйте. И пятый параметр. Что говорят 300 поэтов мира за 200 лет? 20 тысяч поэтов. Это даже, ну любой, который знает и поэтов. Это непосильно невозможно. Это только Бог делает. Но сейчас будут без стихов. Потому что стихи отдельно вышли. Мы упываем на Бога. Ну я согласился. Давайте. И как? Не знаю. А как? Уже работа идет. Мы оставляем большой след. Мы показали, что в православии истина. Перед нами какие люди прошли. Вопросы настолько важны. Вот вопрос задают будущим патриархом Кириллу. И я тут же отвечаю. Он отвечает. Правильно только. 9 процентов. А остальное? А остальное, говорит, тетя просит. Сказала. Старообрядческий митрополит говорил. Точно так же 9 процентов. Почему? Не знаю это. А у вас сколько 100 процентов? Почему? Не мои слова. Вот что делать. Они нигде не ссылаются на Библию. Я показываю одно место, другое. И бывает на один вопрос. Тридцать раз открыть надо Библию. Чтобы до тонкости все было видно. И поэтому в моем имени там нету. Ничего нет. Слово Божие. И я еще говорю, чтобы вы помолились. Тут вас еще больше. Самое главное для меня. Будете когда молиться и скажите. Господа, как тебе угодно. Люди просят. Если это удастся. Почти закончено. Ну, в одной книге до Слова Божия нету. 752 и она будет увеличена до 1300. Надо. За это время что нам удалось сделать? Так. Еще 7 наших делаем. Давай дальше. 14 стих. Все делайте без робота и сомнения. Полкование. Дьявол, когда не в состоянии бывает совершенно отклонить кого-либо от добра, приводит его или в отчаяние, или в тщеславие. Если же и этого не может сделать, то внушает ему робот или сомнения и неверие. Так как филиппийцы подвергались искушениям и постоянным опасностям, то вследствие этого многие из них впадали в робот и богохульство. Апостол этому и говорит. Все делайте поэтому и говорит. Все делайте без робота. Потому что кто робще, тот становится неблагодарным и зловечивым. Под сомнением апостол разумеет колебания мысли. Например, если бы, когда предвежит исполнить заповедь, Сталин говорит. Да будет ли мне награда? Да хорошо ли это? Ибо такого рода сомнительных помышлений допускать не должно. Но дело с уверенностью. Требуется ли труд или напряжение, не следует допускать колебания. Поверьте себе, дальше нужно нам не пройти, наверное. Мы сейчас об этом говорим. А бывает ли просто сомнения что-то? Ну, сомнения в чем? И средства уйдут. Намека даже никакого нет. И вдруг открываются двери. Вот мы когда готовились на специалистские поездки, это не просто так в гости съездить. Мы доехали туда. Все районы все захватили. В Владивосток, Порт, Находка. Дальше еще нет, только море. А потом все государства уперли все в Атлантику. А что в Португалии? И у Бога насколько все высчитано. Даже сказать нельзя. Мы едем в Португалию ни адреса, ничего нет. Ну, ладно. Хорошо, здесь с собой. Карта есть, приближаемся. А где? В верующей. Там. Мы доехали. Где нам остановиться, чтоб? И шофер сидит за рулем. И вот так трасса идет. А тут, смотрите, вот так трасса. Я говорю, Николай, куда ты поехал? Ну, я свернул. Свернул. Страсса. А зачем туда свернул? Не знаю. Ну, это дальнобойщик. Это уже прирожденный, кажется. Сам ремонтирует то другое. Только поехали. Сидят мужики. Как с ними разговаривают? Ну, конечно, главное это английский. Заговорили один хорошо, по-английски говорит. Мы сразу говорим, а где храм находится? Он говорит, там-то. Ну, надо деньги заплатить вас. Впереди машина-то пойдет. А сколько-то там? Ну, там 10 евро или что-то. У нас нет. А вот, говорит, сидит. Он говорит, пенсионер. У него деньги есть. А вы разменяйте через него. И они нам доверились. И он принес и разменяли. А тут сел с собой хвост. Я говорю, кобель. И у меня тоже кобель. Как бы, ладно, отдельно-то дать. И он привозит туда в полицию. У них полиция. В полицию зашли. Они говорят, алё, тут соседний православный храм. Он прямо привез туда. А вот до этого туда, год назад, приезжал отец Геннадий Фаст. И у него там знакомый был, Арсений какой-то. А тот на повышение пошел. Его в Израиль отправили. И он там был, про меня рассказывал. Я приезжаю на готовое. Да там про вас рассказывал, да. А у них служба заканчивается. Так надо запивку вынесли проспорную. Вот тут диакон, партнодиакон подозвал, рядом стоит. А люди подходят. Так, не забывайте. Из Сибири приехали. Тарелка кладеть еще у кого есть. Мы ничего не знали. Где кто есть. Я не просил ничего. Все готово. А когда поехали. Ехать-то тоже горючего. Мы за одну поездку 440 тысяч только отдали. Тысяч. А где? Осталось, кажется, два дня. Вдруг телеграмма мне. Примите деньги. Я пошел тогда. А кто ты такой? Булкин. Там называют. А где? Кёлинсберг. Калининград. Отдельно там за Прибалтийскими республиками где-то. Ну мы слышали, что вы книги издаете. Я же не издаю. Я уже умею отрезать. Ну, надо проиграть. Мы едем в мистерельское путешествие по всему миру. Доход его сбили. И мы взяли доход. Мало того, когда у нас в Швеции ехали, сломалась машина. А вот Сергей сообщил, казок парализован был. А тот оказался в это время, кажется, в Испании или где-то далеко очень. А мы-то с той стороны на Балтии были сразу к нему. Калининград. И он назначил людей, которые нас принимают. Которые заплатили. Нашли, что там сломалось или нет. С нами вот так вот бегали. А его нету. Никогда этого Булкина не видел. Откуда он взялся? Мало того, деньги. Сколько тысяч? А я вижу. Ничего не соображаю. И подошли к кассе-то. А она выдает одному. Которая сеть, она говорит, вам какими выдать? По пятерке. А что, какие пятерки? Это у меня рубли. Я говорю, вот эти вот сколько. А более крупных нет. Дороги-то мне надо меньше. Я их разделяю на несколько частей. В разных частях прячу. Если где-то потеряется что-то, так выехать обратно-то. На чем? Что? И вот я говорю, вот эти красные каратуры. Она уже мне все это отдала. За день до поезда не было денег. Криком кричи. Не надо. С тобой Господь Всевышний. Он устроен. Я вот так ни разу не встретил. Только молился. Я говорю, что Бог говорит здесь. Мы многого не знаем. Как? Что у Бога? Ты делай дело Божие. Господи, ты знаешь. Ранее тебя делают. Проведи здесь как надо. Мы усиливаем молитву. Бог на волне бывает. Последней волной выбрасывает на берег. И Он. Так что. А бывает в человеке никакой болезни не болеет. Я говорю, а почему? Не знаю. Я сразу тебе говорю. Он намного моложе меня. Он на 30 лет. А почему он умер? Ну, умер. Ну, болезнь какая-то. Болезни не было. Лег спать. Утром встали. Мертвую лежать. А зато многие умирают во сне. Я никогда не думал, что я даже уже такого возраста. Никак. Совершенно. А раз я не ступляюсь за эти годы. Так Господь безмерно отпускает. Тяни леточку эту. Так. Милостью Божией. Все. Вновь. 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 Вновь.